Всем привет! Меня зовут Катя и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу поделиться своими идеями подарков для наших любимых мужчин на 23 февраля. Все подарки я разделила на 4 категории. Первая это эмоции, вторая это всяческие мужские радости, третья это нужные полезные вещи и четвертая это приколы. Ну и давайте начнем с эмоций. Вообще, на мой взгляд, дарить эмоции это беспроигрышный вариант. Это всегда классно, это запоминается очень-очень надолго, это весело. Я дарила своему мужу поездку в танке, сертификат на поездку в танке. Я его распечатала красиво в папочку скоросшиватель, то есть сам сертификат распечатала на цветном принтере, написала там слова, что это для тебя, в общем, ну подходящие такие всякие выражения. Я подарила ему эту папочку и вот в определенный день мы с ним вместе поехали кататься на этом танке. То есть это был музей военной техники, их катали на танке Ту-134. И можно было в разные танки залезть внутрь, порулить, покрутить, всякие кнопочки понажимать. В общем, это было классно. Мы одевали настоящие вот эти вот шлемы. Они залазили внутрь танка и, блин, это такие классные эмоции. Он до сих пор вспоминает. Я оставлю обязательно кусочки видео и фотографии. Ну, это было просто супер. Мы иногда вот с ним вместе просто разговариваем и вспоминаем об этом. Это здорово. Это, ну, запоминается очень-очень надолго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Также можно подарить сертификат на полет с парашютом, на полет вот в этой вот трубе. Не знаю, как она называется. В общем, сейчас это очень модно. Любые сертификаты на эмоции. Также к разряду эмоций я отношу, например, походы в театр. Если ваш мужчина, ну, или мужчина, которому вы собираетесь делать подарок, любит, уважает театр, цирк, ну, какие-то вот такие подобные мероприятия, то я считаю, это просто потрясающий подарок. Это, опять же, эмоции. Это незабываемо. Следующая категория подарков – это мужские радости. И сюда я отношу всякие радости, которые может доставить женщина своему мужчине. Это стриптиз, это какое-то красивое белье, это, возможно, какие-то ролевые игры. Может быть, это что-то, о чем давно мечтал ваш мужчина, но он там стеснялся попросить, но вы знаете, что он об этом мечтает. Ну, вот какие-то вот такие вот интимные вещи. Может быть, это будет какая-то интимная игра. Ну, вот знаете, типа настольных игр только для двоих. Тоже, по-моему, достаточно интересно, необычно, и мужчине точно понравится. Следующая категория – это нужные подарки. Если вы знаете, о чем давно мечтал ваш мужчина, или, например, он что-то коллекционирует, то это отличный повод подарить ему это. Например, мой муж очень увлекается часами. Я ему несколько раз на разные праздники дарила часы. Я, кстати говоря, вообще абсолютно не придерживаюсь вот всех вот этих вот предрассудков, что не дарят там ножи, часы, что-то еще там не дарят. В общем, мой муж увлекается часами. Я ему дарю часы, вообще не вижу в этом никакой проблемы. Также я ему дарила запонки. Но запонки не обычные, а в форме гитары, потому что муж у меня музыкант, и он сам пишет музыку. И запонки в виде гитары в данном случае очень классный, подходящий, интересный подарок. Также можно подарить, например, бумажник. Вот такой вот классный, из пробкового дерева. Кроме того, что это реально нужная вещь, он не просто бумажник, а необычное, что-то необычное, интересное. Но также это может быть и кожаный черный, например, бумажник. Я, кстати, тоже такой мужу своему дарила. Также можно подарить, например, ремень с какой-то красивой, интересной, необычной бляхой. Или классический кожаный ремень. Ну, в общем, это всякие разные нужности, которые реально нужны мужчине, которому вы собираетесь делать подарок. Ну, и все, что относится к коллекциям, это сюда же, в эту же категорию. Что бы ни коллекционировал ваш мужчина, именно какая-то вещь в его коллекцию, это, по-моему, отличный подарок. Ну, и последняя категория подарков, про которую я хочу рассказать, это подарки-приколы. И, на самом деле, подарки-приколы, они не всегда нужны, но это всегда очень весело, очень забавно, и также, как эмоции вспоминаются долго. Например, на работе мы дарили нашим мужчинам настоящие сухие пайки. Заказали их на сайте, то есть это сейчас можно найти в интернете. И привозили нам, то есть мы им дарили настоящие армейские сухие пайки. Там банка тушенки, спички непромокаемые, что-то еще, какое-то огниво. Девчонки, как мальчики были рады, ну, как мальчики, да, то есть мужчину от 25 и до 50 лет. Все, без исключения, просто вот как мальчишки разбирались в этих сухих пайках, друг с другом там делились какими-то впечатлениями, возможно, армейскими воспоминаниями, рассматривали тушенку и кашу, которую надо как-то там заваривать. В общем, подарок пошел на ура, очень понравилось. Также своему мужу я дарила такую табличку на рабочий стол, что-то типа «Большой босс» или «Не беспокоить большого босса», уже не помню, что там было написано. Ну, тоже такой прикол, интересно. Можно подарить какую-то футболку интересную, с интересной надписью. А еще круче, если на эту футболку распечатать какую-то фотографию в тему, крутую, сделать надписи, фотографию, например. То есть это будет такой очень индивидуальный подарок и классный, интересный. Сейчас в интернете всяких разных подарков, приколов, ну, просто миллион. Моему мужу, например, очень нравится, он постоянно смотрит эти вот видео и «Ой, я хочу, хочу!» Такая вот, как она называется, типа «Бестолковая коробка», что нажимаете на кнопочку, оттуда вылазит какая-то лапка и вот так вот как-то закрывается. В общем, всякие такие вот прикольные безделушки. На самом деле, мужчины это те же мальчишки, им очень-очень нравятся всякие такие прикольные, но по сути ненужные вещи. Ну вот, это были мои варианты подарков на 23 февраля. Надеюсь, вам понравилось и вы для себя взяли на заметочку какие-то идеи. Не забывайте ставить пальчик вверх этому видео, оставляйте комментарии, что вы дарили своим мужчинам на этот праздник. Не забывайте подписываться на мой канал, если еще не подписаны. И до скорой встречи в следующих видео. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова